Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Мы идем намеченной дорогой, а дорога состоит в том, что мы указываем, где и как материал расположить, чтобы получился вполне материалистический материал. Это приходится делать только в этой книге, в книге третьей. Причем довольно очевидно здесь, что поскольку речь идет о переходе от объективного к субъективному, а у Гегеля стоит вдруг наоборот. В этой книге, которая называется «Субъективность» сначала стоит субъективность, потом объективность. Как будто бы из субъективности может выйти и получиться, вырасти объективность. Может, конечно, если речь идет о труде, о преобразовании мира и так далее, но это совсем другая тема. А для этого есть соответствующий раздел – телеология, постановка целей, реализация их и прочее. А здесь, если кинуть взгляд на то, что мы с вами рассматривали, и то, что, я думаю, вы посмотрели все, там тут о чем идет речь? О механизме. Затем тут речь идет о химизме. И что касается жизни, которая за химизмом, очевидно, идет, правильно? Потому что мы знаем из Энгельса, что жизнь – это способ существования белковых тел. А эта жизнь, у него закинута дальше, и там правильные вещи говорятся, говорится про род и так далее, но некоторые, получается, разрыв. И если мы это поставим правильно, и телеологию поставим тоже на то место, где она должна стоять, там, где в конце книги говорится о идее добра, а добро понимается как? Что есть какая-то идея, которая реализуется на практике. Это добро. Поэтому там этому и стоять. И поэтому вот этот раздел добра здесь просто как-то поперек стоит логики. И если Гегель до этого делал все логично, здесь какой-то логики тут не просматривается. Не говоря уже о том, что мы закончим это, то, что мы с вами говорим, механизм, химизм. А дальше что идет за химизмом у Гегеля? Телевый. А? Телевый. Что? Телеологию. Вот телеологию мы, как с вами договорились, она здесь неуместна, ее надо отправить в последний раздел. А здесь за этим идет жизнь. Если вы телеологию пропустите, что там будет? А вот теперь давайте отнесемся к этому материалу не так, что вот Гегель написал, а мы, так сказать, пытаемся это расшифровать. А по этому поводу еще до нашего кружка Георг Фридрих, то, что описывал, изучал Фридрих Энгельс. А Энгельс как раз этим и занимался. То есть он по существу материалистически преобразовал диалектику Гегеля. И вот в чем это было выражено. Ну вот, что касается видов движения, ну вот, полностью совпадает и с Гегелем, и с Энгельсом. Механизм это, какая это форма движения? Самая, что ни на есть, простая. Именно потому, что она простая, куда вы и не сунетесь сегодня в современной России, везде вам предложат какой-нибудь механизм. А что такое делается, то, что делается механически? Не задумываясь, не проходя через голову. То есть безголовое, пустое. Внешнее сочленение частей и так далее. То есть любой механизм, даже если он очень сложный, это все, можно сказать, соединение частей и движение определено не собственно вот этим предметом, а определено теми, кто сочленяет эти звенья этого механизма. И можно наделать какие угодно механизмы, и как угодно эти механизмы строить. Но это механизм, это категория, которая характеризует внешнее соединение частей. Точно так же, как вот писал Энгельс по этому поводу. И Гегельг писал, что части лишь у трупа. Если вы будете части брать, то это уже некое трупное такое понимание. А если вы хотите взять, допустим, живую руку, то живая рука, между прочим, сигнал для того, чтобы пошевелить пальцами, идет из мозга. Кровь идет из сердца. Поэтому это нельзя отделить и считать это частью. Если вдруг она отделяется, то есть не успели пришить, сейчас пришиваются иногда, не успели пришить и не успели восстановить ее, единство с организмом, то эта рука, так сказать, погибает, а организм, так сказать, пытается как-то это ее затянуть. Ту часть, которая осталась. Так вот, что у нас тут выстраивается? Какое движение? Механизм, химизм. А за химизмом идет вот то, что здесь идет за тем разделом, который мы рассматривали. Что идет за химизм? Жизнь. И ясное дело, что это изложить Гегель материалистически, хотя это вот мы даже будем рассматривать это материалистически, достаточно убедительно и достаточно аккуратно не мог. Почему? Потому что не было для этого еще достаточно данных в науке. И поэтому вот этой частью и занимался Энгельс. Вот тем, чем мы как раз сейчас занимаемся. А именно. Вот есть у Энгельса, как известно, такая книга, когда мы добираемся до химизма, до химизма добираемся здесь, то вот как связан химизм и биологическая форма движения материи? Как? Ну, вот у Энгельса однозначно говорится, что такое жизнь, есть способ существования белковых тел. Этого, конечно, нет у Гегеля, да и не может быть. И сколько мы его бы не перечитывали или не переставляли, от этого ничего не изменится, потому что до этого, дело не в том, что Гегель до этого не дошел, до этого не дошла та наука, обобщать которую философски пытался Гегель. Поэтому, если мы вот примем сюда в эту компанию еще Энгельса, он, я считаю, староста нашего кружка, причем староста в высоком смысле слова, вот он, кстати, объяснил, что жизнь – способ существования белковых тел. Затем, после того, как мы определили, что такое жизнь, то вот развитие этой жизни кто проделал, кто изучил. Ну, здесь вот такие широкие мазки у Гегеля, что он берет там отдельные элементы, индивиды и род. То есть вот у него понятие рода здесь включается, то, что сам человек единичен, там человек или любое животное, оно единично и смертно, а род, то это с точки зрения его существования и развития, он бессмертен, род. И даже в известной нам песне, а именно в «Интернационале» говорится, с «Интернационалом» не Иван Петрович Петров воспрянет, а воспрянет род людской. Род людской. Мы знаем, что люди погибали и в гражданскую войну, и в революции некоторых, но род людской перешел из стадии капиталистической в стадию коммунистическую. И в этом великое достижение нашей революции, борьбы за социализм и так далее. Поэтому, если мы здесь посмотрим, что тут выправил и поправил Генгельс, то надо отметить обязательно диалектику природы. Тот, кто читал диалектику природы, я думаю, тот, кто ее читал независимо от науки и логики, не произведет на него какого-то впечатления. Это какие-то отрывки. Энгельс по поводу тех или иных открытий того времени, биологических, химических и других, высказывает свои соображения. А если это брать вместе с Гегелем, у Гегеля какой-то механизм, потом идет химизм. А какой на определенной стадии своего развития химизм приводит к чему? К белку. Химизм – это же белок. Белок – это, так сказать, химический элемент. Правильно? Органическая химия. Понятное дело, что уровень тогда органической химии был очень невысокий, но уже был при Энгельсе. И Энгельс мог об этом сказать. А потом речь пошла о человеке, который представляет собой животное. И то, что человек представляет собой животное, это у Гегеля просматривается. Правда, когда мы здесь смотрим его. Вот это восхождение. Ну, какое животное? Во-первых, тут выделяет Гегеля род. И, во-вторых, он сформулирует больше. Видимо, тогда не мог. А у Энгельса есть блестящая работа в диалексе природы. Роль труда – превращение обезьяны в человека. И вот там мы получили, по существу, благодаря этой работе Энгельса, мы можем сказать, что вот в этом самом движении, как раз, когда мы берем механизм, химизм, вот дошли до белковых тел, вот животные, животный мир. И вот человек. Можно сказать, что человек – это животное? Это правильное суждение? Ну, не растение же. Например, говорят, когда говорят, что как дуб. Дескать, ты… С одной стороны, это хорошо, что крепкий. С другой стороны, это вовсе не комплимент для человека, потому что… И как сформулировал Энгельс? Вот здесь, сколько бы мы ни пересчитывали, этого у Гегеля вы не найдете. Как это сформулировал Энгельс? Ну, человек – это животное. И вот это замечательное определение человека. Еще раз повторю. Человек есть, ну, который, так сказать, прям так не записано определение у Энгельса, но в этом смысл его маленькой, короткой работы «Роль труда – превращение обезьяны в человека». Что это животное общественное, а общественное животное еще и муравьи, и пчелы, может быть, в какой-то степени бобры, но этому я уже не знаю. А уж муравьи и пчелы, безусловно, у них там и разделение даже есть видов деятельности, очень сильное. Значит, животное общественное, трудящееся, трудящееся. А вот это уже, когда мы скажем трудящееся, это уже мы под трудом понимаем целесообразную деятельность, а не такую деятельность, которая совершается инстинктивно. Просто, так сказать, в силу того, что так она совершалась раньше, и все повторяют и повторяют и повторяют, как это у животных. Поэтому это животное общественное, трудящееся. А труд включает эту самую телеологию, постановку целей, и предполагает наличие средства труда. Вот как только человек взял в руки палку и стал не просто ей отбиваться от нападающих зверей, а пытаться ее использовать для решения своих задач, связанных с покормлением, так сказать, защитой и так далее, она стала средством труда. А средство труда постепенно превратилось в средство производства. Правильно? Пока мы возьмем одного человека и рассматриваем это средство по отношению к одному индивидууму, это средство труда. А если мы это обобщаем и рассматриваем как орудие, которое используется для добывания пищи, для охраны, для защиты и прочее, то это уже средство производства. А производство что такое? Это тоже мы у Гегеля не найдем. Кто с лету скажет, что такое производство? Присвоение предметов труда посредством определенной экономической формации. Присвоение предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Да. Точно. А вы почти точно. И другие начинали. А вот если... Но тут это существенно для определения, правда? Присвоение предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. А то мы говорим, на производство я пошел, на то, куда вы пошли. Присваивать предметы природы. То есть, если мы это забываем, то мы как-то обособляем этот процесс, отрываем его, или от чего? От земли отрываем, от природы отрываем. И тогда это уже не средство производства, это что-то механическое. Вот механизм-то как раз сюда и подходит. Понятие механическое. Я пришел, буду стоять, делать вот это, что мне сказали. А они присвоят? Присвоят, что вы сказали. А? Они-то и присваивают, что говорят. Да. В том-то и дело. Они присваивают. Будете делать то, что я вам скажу. А что я вам скажу? Это значит, что уже тот, кто скажет, тот и присваивает этот процесс. Эту природу. А если это не природа, значит, это уже понятие труда. Сколько люди обсуждают. А вот мы, значит, вот медик, врач, он как? Он рабочий, не рабочий? Ну, он занимается присвоением предметов природы? Ну, как-то это принижение, по-моему, врача. Как-то врач, врач, он лечит вообще высшее животное, общественное, трудящееся. Поэтому не надо его принижать. Ну, или там, скажем, человек умственного труда. Вот как мы сейчас все выступаем вот в данный момент в этом процессе, как люди умственного труда. Правильно? Изучаем, усваиваем и так далее. Ну, преобразовываем мы сейчас природу? Конечно, вам сколько надышали уже. Поэтому хорошо, у нас тут пространство большое. Вот, товарищ, присваивали. предметов природы. Непосредственно. Но трудом это тоже трудно назвать, потому что это подпадает под процесс потребления. То, что не производство идет, а присвоение. А присвоение это что? Товарищ Назаров, присвоение это что? Думаете, я вот подошел и у вас что-нибудь отнял и это присвоил, да? Нет. Что такое присвоение? Полное отчуждение. Ну, присвоение это отчуждение. Это полная противоположность. Присвоение это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Видели, вот он, видели, чай стоял, это был как бы нейтральный такой чай, а когда он отпил, он превратил его в процесс своей жизнедеятельности. и то есть это не преобразование природы, а потребление, это превращение как раз уже вещества природы в процесс своей жизнедеятельности. Ничего тут мы вот в этих разделах, я вчера учитываю, что мы уже один раз по этому всему прошли, прошлый раз, еще раз, так сказать, прошелся по всем этим местам, этого мы тут не найдем. То есть это вот пришел уже Гегель на такое поле, где он мало что может сказать и в силу исторических причин, и в силу того уровня знаний, которые тогда были, тем более общественных знаний, то есть можно ли получить вполне марксистские представления без Маркса, без Энгельса, без Ленина и так далее. Вот. Ну вот человек, еще раз, человек это животное общественное, трудящееся, говорящее, существенно, существенно, если он не может говорить, это не значит, что вот скажем, человек перестанет быть человеком, если он глухонемой. У нас есть школы глухонемых, они прекрасно тарадорят, так сказать, вот так. И однажды я видел, какое у них преимущество, мы уезжали из Нижнего Новгорода, и вот, так сказать, уже те, кто зашли, ну, они уже дальше показывали на пальцах, что хотят сказать, тем, кто их провожал. А глухонемые, они как они болтали, так они зашли, половина их туда, и продолжают болтать точно так же для них это стекло никак не препятствие для общения, для того, чтобы пользоваться этим языком. Другое дело, что у них есть язык глухонемых, и он вполне освоен, и он вполне развит, и люди чувствуют себя очень весело. Могу сказать, что вот на Втором Муринском проспекте, я живу, недалеко от институтского проспекта стоит большая-большая школа для глухонемых, ну и там когда начинаются занятия, праздники с цветами, приходят, и они очень оживленно беседуют, но тихо, имеют, что они оживленно беседуют на пальцах, и не чувствуют себя какими-то заброшенными, потому что они в это общество устроились, но говорят на другом языке, ничего страшного в этом нет. Итак, общественное, животное общественное, трудящееся, говорящие и разумное. Понятно, что уже тут, что касается разума, тут у Гегеля очень много, и вот понимать-то разумное вполне мы можем, с учетом того, что написал Гегель, но тут, когда он добрался до этого самого, до жизни, и в этой жизни он этого человека не выделил, как он мог его выделить, нету для этого было оснований выделить человека, потому что что такое человек, этого определения, нельзя было дать без того, чтобы не развилась химия, и без того, чтобы не было понятно, что такое органические соединения, белки, и без того, чтобы не понять роль труда. Ясное дело, что ролью труда никак Гегель не занимался, это, так сказать, в его намерение не входило, поэтому мы не можем ему поставить это в вину, поскольку людей оценивают не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Так много сделал, что он как раз подошел к тому, к чему пришли в течение своей жизни и борьбы, деятельности научной Маркс Энгель, чтобы это прямо стыковалось с тем, что писал Гегель. Вот он тут, когда говорит о жизни, конечно, он не может сказать, что такое жизнь. Кто скажет, что такое жизнь? Просто существование. Вот запросто у нас, видите, говорят, а Гегель не мог сказать. А товарищи у нас запросто могут сказать, что такое жизнь. Но когда речь идет о человеке, обратите внимание, если идет о человеке речь у Гегеля, она всегда единичка. Одна какая-то личность. А у Маркса какая постановка вопроса в тезисах о Фейербахе. Индивиды, производящие в обществе. Вот действительно исходный пункт. не индивидуум, производящий на своем участке, не индивидуум, ковыряющий палкой что-то там в земле, а индивиды, производящие в обществе. Вот естественный исходный пункт. Как только на этого самого человека посмотрели с этой точки зрения, стало возможным воссоздать, представить научно-селовеческую историю. Кто это сделал? Вот тут как раз обнаруживается, что сделал Энгельс, это никто другой не сделал, а Энгельс сделал. Вот я вот говорил уже о вот этой замечательной маленькой работе, о роли труда, превращения обезьян в человека. А если теперь взять большую его книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства», большую интересную книгу, там в историческом ключе показано, как вот этот индивиды, производящие в обществе, вот как они и развивались. Там идет история людей, производящих в обществе, а не история одного человека, какого-то, который пришел и противостоит стихии, герой, вот, который, так сказать, соревнуется с богами, с одной стороны, вроде боги, как выражение героев, с другой стороны, герои, как богоподобные создания своей, так сказать, деятельности, стихии. Ну вот, я думаю, что мы вот находимся в таком месте, что для того, чтобы этот переход осуществить, который мы сейчас логически осуществляем, вот этот переход требует от всех участников кружка что сделать, прочитать диалектику природы Энгельса, и когда вы будете читать, вы обратите внимание на то, что там много каких-то обрывочных таких заметок, обрывочных вещей, почему? А это как раз комментарии к соответствующему месту Гегеля с опорой на те новые данные в науке, которые он собрал. Поэтому, если читать независимо от науки логики Гегеля, то кажется, эта книга какая-то странная, какие-то выписки, 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 и, наконец, такой цельный кусочек роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Хотя, этот кусочек уж очень важный это, наконец-то объяснено, что такое человек и как надо его понимать, и этому как надо его держаться. И человек, конечно, тут, если говорится о труде, труд изначально, с самого начала был не индивидуальный труд, правда? Потому что люди, которые взяли в руки палки, это те люди, которые действовали на основе каких-то общин. То есть, это были стада обезьян, они отдельные люди, не отдельные элементы. А у нас, когда говорят о человеке, все берут человек, 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 человек. А человек, он общественный человек, взятый вне общества и в отрыве от общества. Он, собственно говоря, и не человек. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Как известно. А вот эта вот книга большая «Происхождение семьи, частной собственности и государства», она уже объясняет весь ход в историю и доводит эту линию от древнейших времен до современности. Если иметь в виду, современность это уже времена капитализма. Причем основывается Энгельс еще на труде одного великого естествоиспитателя Моргана «Древнее общество». То есть мы, взяв такую задачу себе материалистически истолковать Олег Гегеля нельзя просто взять и толковать. А если у него тут есть недостача, как говорится, не включено то, что должно включаться в материалистическое движение, значит, надо его пополнить. Зачем можно пополнить? Сухову взять? Ну, ясное дело, вот конкретно я сейчас говорю, не просто. Вот, во-первых, Маркс сформулировал, что индивиды, производящие общие, не индивид, не человек, не личность. А тут только личность, личность, человек, индивид. Нету двух. Но род есть уже в Гегеле. Род есть. Род. Причем самое главное подчеркивает Гегель, что род он бесконечен и вечен. А один индивид он смертен. С другой стороны. А с другой стороны, если человек что-то в рамках этого рода создал, то, что имеет значение для рода, а не только для него лично, ну, он навечно остается этим самым действующим человеком. Вот, Чайковского исполняет, как сейчас, больше, чем при жизни Чайковского или меньше? Как вот вы считаете товаром? А? Больше, конечно. Я вот был в Брюсселе на коммунистическом семинаре, и товарищ, у которого я находился, говорит, пойдемте тут прогуляемся, и зашли сразу вот у него в доме прямо музыкальный магазин. Все симфонии Чайковского. Вот он дирижирует Михаил Плетнев. Чайковский, наверное, порадовался бы такому. Или вот у нас есть такой небольшой театр от опера «Санкт-Петербург», расположенный в замечательном таком дворце, куда я ходил, когда был школьником. Или даже меньше, чем школьником, дошкольником. Это был клуб «Маяк» на Красной улице. Вот там теперь это опера. И вот там недавно состоялся, состоялась премьера оперы Иван Грозный на французском языке. Ну как сейчас вводится на языке, на котором была опера создана. И несмотря на нынешние политические все эти моменты, когда кто-то с кем-то не согласен и так далее, а развитие человечества идет вперед. Это прекрасное просто помещение и очень молодые и опытные артисты и руководители. Так что я даже не знал, что такое есть, так сказать, случайно узнал. Так. Ну вот отсюда вытекает задание для участников кружка. Что нужно прочитать? Тезисы Афербахи раз. Нужно прочитать. Это вообще Тезис Афербахи три страницы. Тот, кто скажет, что у него нет времени, не проходит это. Вот. Теперь прочитать Энгельса «Диалексика природы» с пониманием того, что если вы видите, что там какие-то отрывки, то это связано с тем, что для Энгельса было важно довести то, что он читал в других книгах до того, что является материалистическим, историко-материалистическим пониманием. Ну и вот эта, я думаю, работа, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека для нас, так сказать, она фундаментальна для этого пункта, когда мы говорим о восхождении к чему? Жизни, к человеку. а человек уже это, чтобы понять его восхождение, нужно пройти его историю, а история очень просто, происхождение семьи, частной собственности и государства. И если вот Энгельс и, если Гегель и Маркс соревнуются по части того, как написано непонятно, причем, конечно, выигрывает тут Маркс, потому что тут менее непонятно, чем у Гегеля, то Энгельс, конечно, не чемпион по поводу того, как блестяще понятно все разложить и написать. Блестящая вот эта книга «Происхождение семьи, частной собственности, государства и будем считать, что это вот для всех участников кружка домашнее задание. Ну, когда вы его решите? Наверное, вот летом, когда? День почитать. А? День почитать. Да, как-то спокойно на свежем воздухе почитать, почитать. Но читаем мы уже целенаправленно, мы читаем, заполняем, как говорится, вот то пространство, которое у Гегеля не могло быть заполнено. Это как бы он, как некоторые элементы таблицы, Менделеева. Уже Менделеев назвал какие-нибудь свойства, но открыли их позже. Так и здесь уже понятно, что тут должно быть, что нам нужно получить от этого нашего изучения. Но это требует самостоятельного изучения и очень легкого, особенно после Гегеля. ну это мы считаете, что это вот для вас прямо вот... После Гегеля все считается. А? После Гегеля все считается. Ну это как понятно было, как однажды один жаловался Богу, что у него очень тесно, он ему сказал, давай пять кубометров туда дров заложи к себе домой. А потом что? А каждый месяц кубометр вынимает. И вот, когда уже пять месяцев прошло, как этот человек благодарил Бога, как у него стало просторно после того, когда он вытащил все эти самые дрова. Вот так и здесь. Все, значит, поднавился в сравнении. Поэтому, если брать, мы говорим, вот трудно усвоить материалистическую диалектику. Но материалистическую диалектику без Энгельса и без Маркса вообще невозможно усвоить. Поэтому дело не в том, что это трудно, а дело в том, что это вот такие вот элементы. Как вы хотите, это Гегель идеалист. Вы чего, сколько вы требуете от идеалиста, чтобы он все вам писал материалистически? Ну и так, он написал два тома материалистических. И тут много очень материалистического. Ну не надо уж быть такими людьми, которые совсем же хотят, чтобы идеалисты, нам говорили все материалистически, потому что мы материалисты. Поэтому какие мы материалисты, если мы не освоили, так сказать, вот этот диалексический материализм, если мы не можем вот так материалистически понять идеалексику. Речь-то идет не о том, чтобы понять Гегеля, и не о том, чтобы понять Энгельса, и не о том, чтобы понять Маркса, А если это то, чтобы построить у себя в голове диалектику материалистическое? Что? Миросозерцание. Вот о чем идет речь. И поэтому, как говорится, и вам спасибо, как говорится, Георгий Георгий Фридрих, и вам, Фридрих просто, Энгельс, и вам, товарищ Марк Карл. Всем спасибо. А Ленину спасибо за то, что он так просто и понятно это объяснял. Потому что он тоже, наверное, помучился и поразбирался. Хотя он и разбирался и в таких вещах, которые, например, Маркс оставил в стороне. Например, появление капитализма не в таком необыкновенном случае, как в Англии, когда выкинули крестьян с земли, завезли овец и стали строить капитализм. А Ленин-то рассмотрел вопрос о том, чтобы построить, как строится капитализм, как он развивается, как он возникает из феодализма в классическом варианте для Европы. Ну и для других стран, когда у вас есть крестьяне, и никуда их не вывозят, и не заменяют овцами, а идет постепенное тут преобразование. И называется эта книга, третий том полного собрания сочинений «Развитие капитализма в России». Ну это развитие капитализма в России, это развитие капитализма и в Германии, и во Франции, и в других ответствующих странах. Поэтому вот здесь, если мы берем, вот что делали классики марксизма, ленинизма, ну они, так сказать, дополняли это здание теоретическое так, чтобы в нем не было пробилов. Вот Ленин это тоже сделал. И всего-то для этого нужно было ему три года пробыть в аспирантуру, извините, в ссылке, в селе Шушинское. Тем более ему как дворянину приплачивали, вот в это время. А он просил своих родственников ему прислать все газеты и читал, даже если придет за месяц газета, пачка газет, он читал каждый день, на следующий день, чтобы следить за ходом, за ходом движения, за разрешением противоречия. А не потому что, дед говорит, вот я получил книгу, надо посмотреть, чем кончается. А, убили, ну ладно, будем читать. Если не убили, а что тогда читать? Вот получается, что мы, сейчас рассматривая, что у нас, так сказать, происходит, вот это восхождение по существу к человеку, к человеческому обществу, которое совершает. А потом у него провал. У него провал, потому что тут провал для него еще был в науке. И не было Маркса, не было Энгельса. Наоборот, Маркс и Энгельс были гегельянцами, вначале, молодые гегельянцы. Потом Фейербах их надоумил перевернуться. Они перевернулись. И после этого, когда говорят, что вот надо поставить гегеля с головы на ноги, это, конечно, правильно. Но сначала им надо было встать. Их поставил Фейербах с головы на ноги. Поэтому они этот призыв обращают не такс высока, а как люди, которые этот процесс уже прошли. Правильно? И Маркс и Энгельс. Они же были, младые гегельянцы, идеалисты. Вон, товарищ Владырев, не был идеалистом. Ему он сразу начал материалист. Ему легко. И Валерий Александрович тоже ему. Чего ему? Все время был материалист. Так что у нас тут идеалистов нету. Бывшие есть. Бывшие есть. Ну, я думал, вы что-нибудь идеальное сделаете, а вы, значит, даже теперь. Я, говорит, вам лучше дам... Да, на ноги встали. Лучше дам вам что-нибудь материальное. Ну, давайте. С теми разделами, о которых я говорю, мы должны связывать не просто высказывания Гегеля по этому поводу, а поскольку у нас задача материалистического истолкования этой работы, она не может быть проведена без привлечения соответствующих работ Маркса и Энгельса. И я назвал, конечно, основные, это и происхождение семьи и частной собственности и государства, блестящие совершенно работы. Совершенно современные. Сейчас, особенно в свете этих гей-парадов и прочей всякой чепухи, которые сейчас есть, хотя там у Энгельса не говорится просто о любви. Можете любить елочку, любите зайчика. Здесь говорится о половой ледвивке, в основе которой лежит воспроизводство человеческого рода. Рода. А если, так сказать, что-то касается другое, вот я книжки люблю читать. Ну, здесь все просто в таком смысле все можно назвать, что мы любим или кого мы любим. Баранину я люблю. Ну, как-то флаг, как это, с бараниной еще-то, с прорывками, если может сделать, кто придумает. Может, тогда будем ходить. Значит, вот Маркс, Тенниса, Афера, Бахи, Энгельс, диалектика природы, происхождение семьи, частной собственности и государства. И мы уже с вами затронули капитал. Когда в капитале Маркс вдруг говорит, не акцентирует внимание, что субстанцией стоимости что является? Труд. Абстрактный человеческий труд. Абстрактный человеческий труд. Понятно, что абстрактный. А что, если я скажу, что человеческий труд, это не субстанция? Нет. Субстанция. Субстанция, абстрактный человеческий труд. Абстрактный человеческий труд. А субстанция какая рядом стоит у Гегеля? Субстанция где это? Где это? В разделе каком? Учение о бытии или учение о сущности или учение о понятии? Субстанция. Товарищи члены кружка. Сущность. Сущность, да. Завершается сущность. Там есть, завершается сущность с действительностью, а в самой действительности как бы различается субстанция и акциденция. А там еще и причины и действия. И переход. Так что труд, субстанция, тогда получается, что когда мы говорим о том, что труд это субстанция стоимости, а труд это то, что связано, труд это деятельность по присвоению материальных благ. Правильно? Это лесообразная деятельность по присвоению материальных благ. Поэтому отсюда пытаются вечно навесить какие-то соображения, что есть какой-то другой труд, кроме труда. Все остальное не труд. Человеческая деятельность, не вся человеческая деятельность подходит под понятие труда. А если вы хотите понимать труд в широком смысле, что бы я ни делал, трудно. Даже вот если вы сейчас орехов купите, начать их разгрызать, это очень трудно будет. А? И опасно. Кому-нибудь отскочит и попадет в глаз. Ужас. Поэтому в дискуссии сколько уже нам задают вопросов. А вот труд я вот, ну если я бы сейчас писал, а я вот профессор, доктор философских наук, я у меня, я трудом занимаюсь? Нет. Почему? Ну потому что труд это, что такое? Это процесс присвоения материальных благ. Целесообразная деятельность по обмену веществ мира человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот определение. Вот я его запомнил просто потому, что я ее, так сказать, в аспирантуре сдавал, этот капитал, и дважды его прочитал на русском и на английском, и, так сказать, и дальше я профессор по кафтеру экономики и права. Но вообще запомнить такую штуку можно. Вот труд это целесообразная деятельность, но понятно, что целесообразная. Если я цели никакой не поставил, а что-то я точу, а что-то я топчу, это не труд, это по присвоению, присвоению. А что такое присвоить? Что скажут? Потребление результатов труда. Понятно, у вас то потребление, дай вам результаты, вы будете их потреблять. Это превращение в свою жизнедеятельность. А вы потребление результатов. Никаких нету еще результатов, он уже сейчас идет процесс, превращение в свою жизнедеятельность. Когда человек трудится, это его жизнедеятельность. А вы взяли, так сказать, результат труда. А он что, сам не трудился в процессе труда? Труд в процессе, целесообразная деятельность. По присвоению материальных благ. А присвоение какое тут имеется в виду? Ну, присвоение только от имени человечества, он присвоен, правильно? Если кто-то трудился, то уже дальше могут пользоваться этим другие люди. Дети, больные, старики. Ну, и капиталисты, эксплуататоры, мироеды тоже могут, когда уже этот процесс состоялся. Вот результаты. А вы сразу раз, результаты. Нет, так не пойдет. Поэтому иногда кажется, зачем это так заучивают? Ну, я бы не сказал, что вот я вот не считаю, что надо заучивать. Но есть определения такие гениальные, что их надо помнить. Потому что их вот сдвинь куда-то, вот слово, и получается ерунда. Ерунда получается. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. А производство что такое? Кто скажет? Ну, и тем более, если я говорил, вам остается только повторить. А что, говорит, я буду повторять, попугай? Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Процесс убрали. Процесс присвоения. Ну, красиво. Процесс присвоения предметов природы. К вам приходят, спрашивают, вы сейчас где? Я сейчас на производстве. А это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Уйдут от вас. Отстанут. неизвестно, что из этого и получится. А производство вообще, если вы спросите, кто это знает? Давайте еще раз. Процесс производства. Процесс присвоения предметов природы Да, да. Процесс информации даже. Ничего себе, там и задействована надстройка, ой-ой-ой. Зачем вы добавили? Ну хорошо, я понимаю, что вот вы сварили бульон, а у вас сахар на столе. А зачем сахар насыпали в бульон? Это чай, когда будете пить. Процесс присвоения предметов природы. А вот предметы природы тут есть? Все предметы природы. Только они и есть, да. Все это предметы природы. Какие? Уже произведены. Уже присвоены. Ага, то есть вы нахватываете и тащите сюда. Понял, присвоены. Кем-то другим. Кем-то другим. Вот кто-то другие тащит, а вы берете и здесь присваиваете. Да, своровал. Похитил. Ну наконец-то. Чистосердечно признался. Значит, для этого тоже есть точное название, чтобы не уходить от материализма. Вот. И это, сейчас я вам скажу, и вы все согласитесь, что это хорошо. Это очеловеченная природа. Ну хорошо же. Только так, только вы можете так сформулировать. Вот мне понравилось это дело сказать. Только я могу так сформулировать. И более того, скажу уж к этому, что я самый скромный человек на свете. Только этого не хватает. Я-то как раз на другом настаиваю, что эти вещи, они настолько глубокие и простые по формулировке, что вот надо эти вот всякие вот такие формулировки, которые неизвестно откуда они берутся, и в голове сидят, вот это повытаскивать все вот эти вещи, и поставить на нормальные и простые формулировки, там будет свободно в голове. Можно сказать, что это товары? Что? Можно сказать, что уже товары? Это уже не товары. Про что? Ну, про это все. Про товары ни в коем случае нельзя сказать. Про чем тот товар? Товар что такое? Полезная вещь. А? Полезная вещь. Продолжение для обмена. А что, они вы для обмена это все назначили? А я думал, вы что-то хорошее делаете. Вячеслав Михайлович, это вы тут занялись? Когда начнете обменивать-то? Когда приходите? У вас ярмарка, когда открывать? Ярмарка, а рынок или рынок? Ну, ярмарка и рынок это... Ярмарка одна из форм рынка. А что это вы-то прикинули? Кто вас притащил? Вот, смотри, человек все время выступал так хорошо, я на него смотрел, как на идеал. Он в раз... Да, товар. А может, еще и капитал тут найдете? Если есть товар. Обмена уже нет, я понял. Как это обмена нет? Ну, он здесь уже завершился. Он завершен. А почему вы думаете, что здесь вот... Некоторые вещи здесь просто привезли, принесли. Никто их не продавал. Вот эти стулья, думаете, откуда они? Из Смольного. Мы их получили, когда... Народная правда там сидела. А потом, когда нам пришлось переезжать, мы перетащили часть. Часть Нобелинского, часть... Туда на... Где у нас сейчас? В Ульяновку. Часть сгорела поэтому. А вот эти они сгорели. Еще есть. А? Еще есть. А? Еще есть. Видите? Как это? А вы тут сказали, вот этот товар. Ничего себе. Мы берегли-берегли. Реликвию, можно сказать. Музейную. Может, на них... Ну, Ленин-то не сидел, но кто-то после него сидел. Так. И что получилось у нас в итоге в рассмотрении этой проблемы? Поскольку мы, можно сказать, второй раз обратились к этой же самой семье. Так. Она у нас будет здесь записана так, как... Механизм, химизм, жизнь. Механизм, химизм, жизнь. Вот для нас, так сказать, это сигнал и обозначение того, что речь идет о развитии материи, об возвышении ее. А материя развивается. И вот Маркс, если бы он это не взял, допустим, ту же самую субстанцию, труд как субстанцию стоимости, капитал-то не получился бы. Если это субстанция, это то, что является действительным и проявляет себя в эксциденциях во всем. Труд. А потом под это берется живой труд, потом... Труд какой? Овечесленный. И все вот эти товары, о которых вы заговорили, это все овечесленный труд. Но если взять и обобществить потом, национализировать в период советской власти, они сразу уже не товары. Все уже не товары. Потому что они, они исторически могли быть товарами, но уже не товары. И вот никак это люди не могут никак понять и тоскуют по закону стоимости и так далее. Ну какой может быть закон стоимости при социализме, если закон стоимости это основной закон капитализма? Это усвоено? Вы подумайте, как можно? Вот это вот люди не понимали. Поэтому даже вот дискуссия была эта по поводу товарного производства. В ней и правильно скажут, и неправильно скажут. Там нет последовательности, потому что это не берется. Они ваши диссертации учат. Они нет. Ленин еще в 20-м году. Я еще не написал. Ленин. А вот у Ленина было написано, да. Государственный продукт в 20-м году. В наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям. Государственный продукт. Продукт социалистической фабрики. Обмениваемый на крестьянское продовольствие. Обратите внимание. Обмениваемый. Обмен есть. Не есть товар в политико-экономическом смысле. А почему? Потому что не для обмена он был произведен. Не для обмена. Ну, обменяли. Производили это для народа. А пошли обменивать с крестьянином. А как с ним сначала действовать? Менять на хлеб то, что мы ему даем. Во всяком случае не только товар, уже не товар перестает быть товаром. Это написано причем не в книжке какой-нибудь, а в наказе от Совета труда и обороны, председателем которого был Ленин. В местном советском учреждении. И еще есть то, что можно прочитать, есть ленинские сборники, они тоже собирают из Ленина произведения, но по другому принципу, чем полные собрания сочинений. По мере нахождения. И туда, значит, как набираются, эксизематизируют и дальше идут. Вот там есть замечание Ленина на экономику переходного периода. Бухарина. Бухарин написал, при капитализме товар, а при социализме продукт. Что пишет Ленин? Ленин. Не точно. Не точно. Не точно. Продукты, идущие в потребление не через рынок. Не через рынок. И поэтому... То есть... Ну, дополнилось, скажи, как-то. Бухарина получается. Ну, существенно получается. Что значит? Слово продукт не несет никакой окрас. Окраска никакой не несет, связанный со способом производства. Потому что продукт, можно сказать, и про то, что я взял палку и выковырил с помощью этой палки какое-то корешок. Тоже будет продукт. Надо разъяснять, а то у нас продукты... Это ничего не сказано. Потому что продукты были и феодальные, и рыбовладельческие продукты, и товары были, и товары могут быть. Да ничего не делали. Человек от чего-то ждут общественной формы этого продукта, а он говорит, что это продукт. Стоит уже прошло подавляющим нашим способом. Причем этот продукт, в отношении которого не указано, что он... Он идет не через рынок, а через планомерную организацию общественного хозяйства. Вот в чем дело. Не только через распределение, это же и производство идет. Он изначально производится как продукт, который пойдет не на рынок. А не так, что производили на рынок, а потом понесли на рынок. Не понесу на рынок, понесу, что-то раздам. Так и надо делать. Вот так что в этом смысле у Ленина очень все четко и все ясно. И тут по-другому нельзя. Ну и если не брать с точки зрения следования букве, а просто брать по сути дела. Что такое коммунизм? Это форма производства, диаметрально противоположная. К какому хозяйству? К капиталистическому. К товарному хозяйству. Да, товарному. Просто в смысле в том, что еще... Потому что он капиталистический, это уже десятое дело. Вы же еще не говорите о экономической обособности. А что значит? А что значит экономическая обособность? Вы производитель этого продукта, то есть товара, он должен быть экономичным. И не надо об этом ничего говорить. Я вот сидел на экономическом факультете, там эти глупости все повторяли. Насчет экономической обособленности. Важно. Что это такое экономическая обособленность? Первичный товар производитель. У вас же диссертация по этому. Нет, у меня не по этому. У меня диссертация. Ну да, я так понял. Диссертация у меня называется «Полномерное разрешение партийного речи» коммунистического способа производства в его первой фазе. Ну так там... Там нет ничего плохого. Ни про какую обособленность там и духа нет. Все такое обособленность. Все такое вообще обособленность. Потому что производитель товаров, он не знает, он работает не по плану. А при чем тут производитель товаров, если речь идет о социализме? У меня диссертация посвящена социализму. Там нет ни про один товар ничего. Мы про капитализм говорим. А? Мы же про товар говорим, а капиталисты производители. Ну если про капитализм, что тогда про мою диссертацию говорить? Вы разрешаете противоречие? Чего? Я разрешаю противоречие социализму. На примере... Непосредственно общественного производства. Не на примере, а именно его конкретно. Непосредственно общественного социалистического производства. Оно не является товарным и никакой там обособленности нет. У нас заведующий кафедрой, где я был аспирантом. Колесов Николай Дмитриевич. Он вот везде с этой обособленностью уходил. Дескать, вот заводы огорожены забором. И всякими прочими глупостями. Что значит экономическая обособленность? Это бессодержательные утверждения. В капиталистическом обособленности. Да нет в капиталистическом обособленности. Если все производится как товар, это не обособленность. Все производится для других. Какая же это обособленность-то? Не для других, а для рынка производится. Не для рынка, а для людей других. Рынок это не что-то такое. Рынок это место продажи и реализации товаров. Если я продаю что-то, я обмениваю. С кем? Вы не знаете, сколько этого товара нужно? Это вопрос, а сколько тут не стоит. Чтобы была обособленность, значит, что я частный собственник, и вы частный собственник. Захотел, произвел, захотел, не произвел. Нет, это не в том. А так, что если хотите жить в товарном производстве, придется вам захотеть производить. Захотел, произвел, захотел, не произвел. Поэтому вы можете один день сидеть на завалинке, второй день, на третий день проголодаетесь. И что? При чем-то обособленности? Кто? Чего? Вы не знаете, сколько нужно рынка? Я знаю гораздо больше. Я знаю, что каждый в товарном производстве производит для других. Поэтому он не обособлен. А наоборот, он соединен. И соединен он рынком. Михаил Александрович, понятно, что он для чего так производит? Это дурацкая категория, которая никакого положительного значения не имела. И ни одного, ты не назовешь ни одного порядочного ученого, экономиста, политэконома, который дурацкую эту категорию повторял. И не советую вам ее вообще употреблять. Хессин такой есть. Что? Хессин экономист. Кто? Хессин. Хессин знаменит не этим, что он повторяет, а тем, что он говорил о преодолении этого самой обособленности, выступал с нетоварной позицией. Николай Владимирович его зовут. Николай Владимирович, он предполагался у меня оппонентом, но взял и умер. Я это все знаю, у этих всех персональных товарищей. А рассадником этой обособленности была кафедра политэкономии, самая крупная в Советском Союзе, нашего экономического факультета, руководством Колесова. Да, вот здесь, да. Вот эта болтовня эта и шла. И она и породила вот это. Так, ну вот, собственно говоря, мы с вами, можно сказать, по второму кругу прошли этот же, так сказать, вроде материал. Почему? Потому что мы с одной стороны, сначала мы это проходили как последнее, что написано, а сегодня мы на это же посмотрели с точки зрения, ну вот это, места этого, вот, так сказать, можно сказать, этих вот положений, этих категорий, в подстраиваемой такой системе. Толковое и материалистическое. Да, и материалистическое истолкование науки, логики Гегеля. И понятно, что мы должны были привлечь сюда и Энгельса, потому что, и Маркса, потому что они вот эту самую работу проделывали совместно. Причем, вот, может быть, Энгельса недооценивают, а они недооценивают, потому что вот мы занялись наукой логики, вот мы оцениваем Энгельса. А кто и не занимается вроде, подумаешь, Энгельс написал что-то там. А Энгельс написал то, без чего не выстраивается как раз диалектическое понимание этого развития. Вот, теперь, значит, несколько слов о том, что нас впереди ждет. Раз мы дошли до человека, до человечества, вот, теперь, по идее, надо было бы взять вот этого самого человека, но человека как общество, мы из Гегеля все равно не найдем, так, человек, если общественный человек. И индивиды, производящие в обществе, есть действительно исходный пункт, что писал Маркс. Индивиды, производящие в обществе, действительно, поэтому здесь мы этого не найдем. Здесь, поэтому дальнейшее превращение человека или обезьяны в человека, этого Энгельса, все это проделано. Ничего тут мы не изгличем из науки, логики Гегеля, наоборот, скорее сюда добавим, вот в эту картину, которая здесь, она разорванная. И тогда мы можем, раз мы уже берем человека, как общественного человека, который преобразовывает мир, а чтобы его преобразовывать, нужно что? Его познавать. И тогда и появляются вот те категории, которые нужно изучать. И эти категории, а именно, такие категории, как понятие, понятие. Вот эта категория понятия, которая объявляется в этой ктиге, так понятие это что такое? Это категория общественного сознания. И вот мы к этой категории общественного сознания переходим и в то же время под понятием, понятие понимаем и будем понимать и в объективном смысле, и в субъективном смысле. Вот есть стол в объективном смысле, он стоит. И в субъективном смысле. Я на него смотрю и отражаю его, этот стол. Это понятие о столе, потому что понятие о столе такое, что под него, если это просто стол и все, Под него подходит и вот тот стол, который у вас, и вот товарищ Назаров тут хорошо использует это понятие стола, в виде понятия уже материалистически работаете. Прямо как Ленин. А потом эти понятия начинают рассматриваться и субъективно, то есть и так их надо рассматривать, и как просто отражение чего-то, и в то же время объективно, потому что, скажем, понятие яблоко, если мы будем понимать его только субъективно, то значит яблоко мы никогда не попробуем. Яблоко по своему понятию, то есть это обобщение определенное яблоко, а дальше мы уже берем эти виды понятий и дальше подключается снова Гегель, поскольку это уже относится к сфере чего? К сфере субъективности, а раз в сфере субъективности, то есть в сфере, в которой существуют идеи и понятия, он дальше всю эту классификацию дает. Поэтому нам предстоит уже к следующему разу готовить, что у нас теперь будет субъективность, начиная со страницы 25-й, и мы будем с вами заниматься. Я думаю, мы за один раз это дело не пройдем, хотя мы, тем более, что мы уже один раз проходили. Но одно дело проходить, так сказать, вот мы когда и шли от субъективности к объективности, а теперь мы уже, наоборот, двигались-двигались с объективности, и теперь мы можем на то же самое понятие посмотреть двояко. У него, кстати, эта двоякость и есть у Гегеля. И понятие как всеобщее, и понятие как отражение этого всеобщее в человеческом сознании. Есть понятие яблоко. Это яблоко есть или нет? Это значит, у него есть особенные, всеобщее, да, единичные. Если мы берем единичные, оно, конечно, очень субъективное, так сказать. Хотя мы взяли конкретное яблоко, можно сказать, взяли прямо схватили. А оно в этом смысле менее действительное, чем яблоко вообще. Вот. А есть яблоко особенное. Особенно это вид яблока, потому что, может быть, там Антоновка, может быть, Белый налив, там какие еще есть предложения. Все принимаются. Разные виды яблока, это все яблоко. Но, когда уже вы берете это яблоко, это уже единичное, и это единичное, при этом продолжает иметь характер особенного и всеобщего. Поэтому, если вы кушаете единичное яблоко, вы скушали и особенное, и всеобщее. Никуда передвинется. Поэтому особенность нашего движения, которое будет состоять в том, что не по первому разу мы идем, а мы уже ходили по этим полям. Но мы ходили по этим полям, так сказать, ну так, как Гегель написал. А сейчас мы идем по этим полям, как сугубо материалисты. Мы уже теперь идем от объективного, оно за нами. И вот сразу и понятие поэтому возьмем, прежде всего, как объективность. А потом возьмем и как субъективное понятие. И так, и так. И так, и все остальное. Так, тогда все остальное мы должны тоже рассматривать и его объективная сторона этого дела, и субъективная. Поскольку, почему? Потому что все вот эти понятия, и суждения, и потом его заключения, они отражают то, что есть в действительном мире. И то, что мы проходили с вами учение о сущности, нам облегчает понимание того, что когда мы говорим о чем-нибудь, то никакого, так сказать, сутождества, это всегда то действие недодействие. То действие недалеко. Правильно? То действие, то различного. То действие, то различного. То действие, то различного. Поэтому то, что вот, скажем, во всякой математике принимается само собой, что 5 равно 5. Здесь, здесь мы, так сказать, в этом смысле буквоеды говорим, как, вот здесь эта пятерка слева стоит, а эта справа. У них разные координаты. По-разному написано. Разного размера. Разное количество этих самых мела. Разное количество атомов и так далее. Значит, зачем их приравнивать? Какой смысл их приравнивать? Это разные, пятерки? Какой смысл? Смысл в том, что если у меня два яблока по 5 грамм, то я их съем и первый, и второй. В этом смысл приравнивать. Мне плевать на эти расхождения, которые существенны, но я их съем. Вот и все. Поэтому на самом деле, вот на Медлеве, например, было, когда я еще был школьником и пошел, у нас три года мы были на заводе по два дня в день, когда я не увидел на заводе ни одного случая, когда уж точно что-то было. Или в минус, на токаровом санкете делаете, или в плюс. Или столько микронов в минус, или столько микронов в плюс. А чтобы было точно так, как вот написано, всегда написано, с какой точностью вам нужно сделать деталь. И если, скажем, нужно сделать вал для корабля на 4 метра, его один человек сделал на Балтийском заводе. Один, потому что другие запорят. Они начнут делать все хорошо, а потом раз, и тут вот не точно будет, и будет биение. Но все равно, значит, там вот абсолютной точности, конечно, быть не могло и не может быть. И нет таких инструментов, которые дают эту абсолютную точность. И так далее. Следующий раз кружок у нас 11 апреля. 11 апреля? Ну, перед днем космонавтики. Так что спасибо всем за участие. Вот. Я думаю, что это вот такой ход у нас, такой материалитический. Он очень полезный. И он позволяет нам, как говорится, не просто пройти второй раз по принципу зубрюшки, а посмотреть с других позиций и другими глазами на все то, что писал Гегель. И при том, что мы его возвышаем и везде хвалим, ну, мы прекрасно понимаем, что вот есть моменты и есть такие вопросы, которые Гегель больше поставил, чем разрешил. А некоторые еще и не поставил. А вот дальше их разрешили Маркс и Энгельс, Ленин. Вот наше счастье состоит в том, что мы здесь изучаем Гегеля не при Гегеле, а изучаем Гегеля после Маркса и после Энгельса и после Ленина. И с учетом опыта, который был у нас, опыта строительства социализма. Поэтому это большое дело. И поэтому, наверное, вы видите, несмотря на то, что мы давно очень занимаемся и все время вывешиваем, никто к нам не пристает думать, лучше с нами не связываться. И это правильно. И это правильно. Потому что для того, чтобы, так сказать, вести духовную борьбу, ну, прежде всего, нужно иметь духовные преимущества. Духовные преимущества, вот посмотрите, есть там всякие попытки чего-то там про Гегеля писать. Их очень... Раньше они, вроде бы, там мелькали один, два, три. Но у нас настолько это систематически сделано и в таком объеме, что, конечно, равных в этом смысле тем, кто изучает вот у нас в кружке наукологии, просто нету и все. Хотя изучать можно его, там, наши товарищи, тот же Мазов, тот же Золотов, Александр Владимирович, они, так сказать, все подключились и сами ведут и так далее. Вот у нас люди самостоятельно занимаются этим делом. И самое главное, что мы условили, что кажется, что мы тратим на это время, да? Хочется сказать, тратим. А на самом деле это не трата времени, а экономия. Но это все равно, что если вы вот машину будете делать, вам придется затратить какое-то время. А потом раз, и скосили все. А можете все косой. Она затупится, но ничего, возьмите с собой этот танпойник и будете ее поправлять. То есть выйти на передовой уровень. И в этом смысле нам очень важно, что мы политически, мы буржуазию не победили, пока. Нашу. Ну а с точки зрения вот такого вот, в Уксенном плане, я не себе не представляю, кто может с нами сражаться по этим вопросам. Просто никого нет. Были такие люди, придурочные, вылезут, что-то начинают говорить, но несерьезно. Несерьезно. И это дело... В интернете много. Так дураков не только в интернете много. Просто сейчас каждый дурак может подключиться и дурость свою вывести на экран. Это вообще хорошо. Но у нас есть критерии, по которым мы отличаем, как говорится, то, что нужно, и то, что можно. Такие есть замечания и предложения. Тогда всем участникам кружка объявляется благодарность и пожелание готовиться теперь уже к чему? К штурму субъективности. В следующий раз мы начинаем субъективность. Понятие, всеобщее понятие, особенно понятие единичное. Ну и будем идти с той скорости, которая нужна для того, чтобы мы это усваивали. Поэтому у нас никакой гонки такого рода, что вы не успели. У нас такой гонки не будет. Нам она абсолютно не нужна. Мы идем, потихонечку изучаем. И кто-то, например, знает, что нужно чистить зубы каждый день. А мы знаем, что нужно раз, два раза в месяц обязательно позаниматься в кружке. И будешь себя чувствовать хорошо. В других делах. В каких? В всех. Почему? Потому что мы занимаемся не частным, а всеобщим. Который где принимается? И используется. Везде. Ну вот. Красота. С чем я вас и поздравляю. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.